В ночь на 28 марта на UFC 260 чемпион тяжелого дивизиона Степи Меочич будет защищать титул в поединке с Фрэнсисом Нгану. Париматч дает 1.81 на Хищника и 2.07 на Меочича. Регистрируйся, вноси депозит и получай до 5000 рублей. DC, я хочу, чтобы ты глянул туда и увидел нашего специального гостя, который сейчас поднимется на эту сцену. Я хочу, чтобы ты поприветствовал его. А вот и этот парень. Брат, как ты мой брат. Дай-ка гляну на тебя. Эй, что это? Эй, у него, между прочим, с собой... Привет, ребят, всем привет. Привет, как дела? У него есть подарок для тебя, DC. Нет, это подарок, который я вручил ему. Этот подарок я вручил ему. Нет, это для тебя. Это для тебя, это твой пятизвездный медальон. Да нет. Да, думаю, ты заслужил его. Завязывай, ты обманываешь. На, посмотри. DC, ты помогаешь корректировать рейтинг для всех бойцов, но ты ведь не можешь сам себе дать пять звезд в игре EA Sports UFC 4. Так что Хабиб пришел вручить это тебе. Теперь ты пятизвездный боец. Чего? Тебе не нравится? Если не нравится, можешь вернуть. Так, стой, тормози. Тормози. У тебя теперь еще больше власти, чем я мог себе представить. Ничего себе. Дал мне пять звезд. Так, а что насчет тебя? Сколько звезд у тебя? Надеюсь, тоже пять. У тебя тоже пять. У моего брата из Океи пять звезд. Иди сюда. Там не так много бойцов с пятью звездами. Давайте глянем на список бойцов из игры EA Sports UFC 4, у которых пять звезд. И гляньте, я давно не видел его таким счастливым. Еще бы, я думал, после того, как проиграл последний бой, мне никогда не дадут пять звезд. Хабиб, может, вручишь ему этот медальон? Хабиб, наградишь меня? Да, давай, как в старой школе, в стиле старых добрых времен. Ты знаешь, о чем я. Да, давай, как награждает мастера спорта, да? Вы только гляньте на имена в этом списке. Тут лучшие из лучших. Изи, Макс, Джон Джонс, Аманда Нунес, Хабиб, Валентина, Камар Усман и теперь Дэниел Кормье. Окей, теперь у нас две таких. Итак, еще раз напоминаем, это медальон за пятизвездный рейтинг в игре EA Sports UFC 4. Ди Си вступил в этот клуб. И, наконец, наступил момент, которого вы все так долго ждали. Эй, дружище, а что насчет меня-то? Скажи еще раз. Эй, вот что я вам скажу. Я думал, что уже никогда не получу этого, но теперь я очень счастлив. Как он вообще? Он тяжеленький, он красивый. Это золото, ведь, да? Настоящее золото. Да, это золото. А знаешь, от чего он еще лучше? От того, что на тебе этот потрясающий свитер с молнией, он просто дополняет картину. Слушайте, слушайте, это серьезное дело. Хабиб, я понятия не имел. Я очень рад этому. Серьезно, послушайте, как человек, который добился почти всего, это меня радует. Невероятно радует. Тем более, я получил это от своего друга, от своего брата. Спасибо. Я ценю это, брат. Ты заслужил это. Хабиб, как тебе удалось тренироваться с ним в одном зале так долго? Он не надоедал тебе? Ты беруша не надевал из-за него? Знаете, да, мы тренировались с этим парнем долгие годы, еще с 2012-го. И это было, с одной стороны, весело, но в то же время очень тяжело, потому что он знает... Да, он веселый, любит пошутить, но когда приходит время, он умеет остановиться, собраться и приступить к тяжелой работе. И, например, бывало так. Мы закончили спарринги, и он говорит нам, «Так, сегодня все здесь в 7 часов, не опаздывайте, у нас байк». И я сразу понимаю, что вечером меня ждет час очень тяжелой работы. Так что, да, знаете, с одной стороны, это было весело, и он постоянно шутил, но когда приходило время работать, он просто убивал всех в зале тяжелым трудом. Между вами огромное взаимное уважение, но мне интересно, Хабиб, что будет мотивировать тебя сейчас, когда ты завершил карьеру? Меня мотивировать? Да. Честно говоря, ну вот, например, сегодня я всю ночь не спал, потому что я помогал сделать вес своему брату. Мой кузен бьется на этих выходных, и если мы говорим о выходе в октагон, то ничего, меня ничего не мотивирует. Но у меня есть очень много близких людей, которые помогли мне стать чемпионом, стать большой звездой, и сейчас они продолжают выступать, поэтому я здесь, чтобы помогать этим ребятам, и я рядом с ними, даю им хорошую энергию, помогаю контролировать их тренировочный лагерь, и это для меня сейчас главная мотивация. Хабиб, поговорим об Абубакаре. Так, это парень, который, как ты сказал, постоянно шутит, он очень веселый, но в то же время он нацелен выйти на тот же уровень или даже превзойти всех нас в зале. Чего нам стоит ожидать от него завтра? Как он показал себя в подготовке? Знаешь, я никогда не видел его таким сфокусированным, как сейчас. Он полностью сфокусирован, хорошо сделал вес, сейчас восстанавливается, и я думаю, что сейчас он в своей лучшей форме. Это мое мнение, потому что я знаю его всю жизнь, мы тренируемся с самого детства, и сейчас он очень хорошо себя чувствует. Знаете, ему почти 31 год, и сейчас ментально и физически он выходит на пик, и я думаю, что мы увидим лучшее его выступление завтра. Прошло несколько месяцев с момента, как ты объявила завершение карьеры, до момента, когда Дэна, наконец, смирился с этим и тоже анонсировала это. У вас были встречи, ужины и так далее, и как фанатка я умирала от любопытства. Как же проходили эти встречи и ужины? Вы по большей части обсуждали только бизнес, или же вы сидели и хорошо отдыхали? Знаете, прежде всего, я хочу сказать, что очень тяжело сказать «нет» Дэнни Уайту. Да, это так, это правда так. Буду честен, потому что он иногда приходил в хорошем настроении, был добр, иногда он был совсем недобр, иногда он говорил одно, затем другое, но в любом случае, это был очень честный мужской разговор между двумя настоящими мужчинами, по моим ощущениям. И в последней встрече он спросил меня «Эй, что будем делать?» Я сказал «Ничего не поменялось, ничего не изменилось, и, по моему мнению, легкому дивизиону нужно продолжать развиваться, я не хочу задерживать дивизион». Знаете, я сказал, что мое решение не поменялось, и я сказал «Надеюсь, ты поймешь меня, потому что если кто-то больше не хочет биться, хочет завершить карьеру, нужно оставить его в покое, как тебе такой вариант?» И Дэна, Дэна такой «Извиняюсь, Дэна такой, мне надо позвонить». Он делает звонок и говорит «Все, этот бой официально в силе». Он про поединок Чарльза Оливера и Майкла Чендлера, он ждал моего ответа, чтобы подтвердить его. Так что я бы сказал, это был очень интересный, приятный вечер для меня. Это было здорово, потому что я пришел на эту встречу с ним, мы пообщались, и потом я почувствовал какую-то грусть, потому что они, наконец, официально анонсировали, анонсировали, что теперь титул в легком дивизионе является вакантным. И хотя я завершил карьеру, я все еще всем сердцем очень сильно люблю соревнования, я очень сильно люблю это. Я хочу быстренько кое-что рассказать об этом молодом человеке. Итак, долгое время мы с ним тренировались, и тогда еще он только был на подходе, он был молодым парнем, который хотел стать чемпионом. Это было единственной его целью, стать чемпионом. Так что тот факт, что Хабиб Нурмагомедов уходит от этого статуса сейчас, показывает, насколько он уверен и удовлетворен своим решением. Потому что долгие годы он хотел только этого, стать чемпионом. Я помню, когда он только пришел в ОК, и у него был телефон. Так, он почти не говорил на английском. И он постоянно включал мне аудио, как Брюс Баффер представляет его на дебюте в UFC. И он кричал «Дагестанский орел», потому что раньше у него был такой никнейм, а не просто «Орел». Он был дагестанским орлом, и он включал это каждый день в зале, и говорил, «DC, однажды я стану непобежденным, неоспоримым чемпионом, и заработаю кучу денег». И мы говорили, «Да ты с ума сошел». И ты всего этого добился, так что мы невероятно гордимся тобой. И сейчас, когда ты уходишь, я знаю, насколько ты уверен в своем решении. Потому что это все, чего он хотел, стать чемпионом. И было очень здорово наблюдать, как многие бойцы поздравляют тебя с завершением потрясающей карьеры, но сейчас, когда ты отходишь от дел, мне интересно, кто, по твоему мнению, следующий лучший легковес в UFC? Я думаю, что, хотя сейчас люди и говорят о Чендлере, о Ливейре, о Дастине, о Коннере, о Гейджи, но, по моему мнению, в конце этого или в начале следующего года лучшим будет Ислам Махачев. И, возможно, люди думают, что я просто продвигаю его, но нет, я знаю, насколько хорош этот парень. И все, кто когда-либо сталкивались с ним в октагоне или в зале, на матах, в борьбе, в спаррингах, они знают это. И вы можете поговорить со многими бойцами UFC и, вон, спросите Леона Эдвардса или Камару Усмана, это полусредневесы, или DC, меня. В общем, все, кто когда-либо соревновались с ним, они знают, что если не будет никаких проблем, то к 2022 году Ислам будет лучшим легковесом в мире. Итак, я понял, что ты доволен завершением карьеры, но мне интересно, видишь ли ты себя тренером своих близких, родственников? Стоит ли нам ожидать тебя в роли главного тренера, который помогает своим ребятам из боя в бой? Нет, я вижу себя не совсем тренером, у нас есть главный тренер, это Хавьер Мендес, и я буду помогать ему, буду помогать ему в работе с моими ребятами, с его ребятами, из АКА, и вообще, в целом, знаете, когда я здесь, например, сейчас, я здесь уже один месяц, и я помогаю своим братьям, множеству других ребят, которых мы зовем, мы вместе с ними тренируемся, и я люблю помогать, потому что у меня есть большие знания в этом спорте, и я хочу поделиться ими с молодыми львами, я хочу помочь им. Да, значит, ты будешь в форме, ты будешь где-то рядышком, да? Он все еще полноценно тренируется. Нет, честно говоря, так ты завершил карьеру или пока что не совсем? Нет, честно говоря, DC, ты немного по-другому завершил карьеру. Ты играешь в гольф, ешь много курицы, но я за неделю все еще спаррингую два раза, минимум два раза в неделю у меня спарринги. И ты все еще не проигрываешь раунды, как тренер говорил, все еще ни раунды не уступаешь никому. Нет, сейчас я иногда отдаю раунды ребятам, потому что иногда для них это очень полезно, знаешь, в ментальном плане, так что иногда я отдаю раунды. Ты знаешь мою игру. Здорово, чемпион, спасибо за интервью. Мы очень ценим медальон за пять звезд, правда, наверное, не так сильно, как DC, но наслаждайся завершением карьеры, может, когда-то ты начнешь играть в гольф с DC? Я спрашивал его, и он сказал, что хочет попробовать. Он только спросил, но не пригласил. А, вот оно что. В следующий раз будешь в Сан-Хосе, поиграем. Окей, посмотрим. Уверен, это будет здорово.